Приветствую вас на канале компании International Expert. Меня зовут Ирина Яновская. В этом видео я поделюсь информацией о том, куда лучше всего уехать на ПМЖ в 2022 году. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе самой актуальной информации по вопросам миграции, а также ставьте лайки и пишите свои вопросы в комментариях. 2022 год только начался, однако я уже получила множество сообщений от клиентов компании International Expert с вопросами о том, куда лучше всего иммигрировать в этом году. Поэтому я решила сделать отдельное видео на данную тему. В первую очередь необходимо разобрать критерии подбора страны для переезда. Естественно, что все хотят переехать в наиболее развитое государство, которое гарантирует безопасность, социальное благо, приемлемый уровень налогов, экономическую стабильность, высокий уровень медицинского обслуживания и так далее. Однако в большинстве развитых стран действует жесткая иммиграционная политика. Среди таких государств, к примеру, находятся Франция, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Австралия и другие. Важным этапом для переезда в другую страну является получение визы. К примеру, студенческой, рабочей, визы инвестора, либо супружеской визы, если вы женаты или замужем за гражданином той страны, куда собираетесь переехать на ПМЖ. Также основанием для переезда может быть гражданство, полученное по происхождению, по репатриационным программам. Однако про это я расскажу далее. Уже в течение многих лет наиболее популярными странами для иммиграции среди граждан России, Украины и Беларуси являются страны Евросоюза. И это логично, поскольку ЕС гарантирует своим гражданам и резидентам множество преимуществ, которых во многих странах постсоветского пространства, к сожалению, значительно меньше. В зависимости от страны, куда вы собираетесь переехать на постоянное проживание, вам придется для начала получить визу, после приезда в страну оформить временный вид на жительство, то есть ВНЖ, далее подать документы на ПМЖ и только после этого вы можете претендовать на гражданство. В этом и состоит процесс натурализации и зачастую большинство мигрантов следует именно этим путем. В лучшем случае на все это у вас уйдет не менее 7 лет. Я уже не раз упоминала в своих видео, что если вы выбрали путь натурализации и на каком-то этапе вам отказали, виза, ВНЖ или ПМЖ, то путь к получению гражданства займет еще больше времени. О том, какие самые популярные способы переезда существуют на сегодняшний день, вы можете узнать из видео на нашем канале. Ссылку на видео вы найдете в описании. При переезде в ту или иную страну необходимо учитывать следующие факторы. Каковы особенности иммиграционной политики страны на данный момент? Есть ли возможность получить работу по профессии либо согласно вашим предпочтениям или навыкам? Какие шансы на получение ВНЖ в краткие сроки? Какие права и привилегии у приезжих и граждан страны? Кроме этого необходимо учитывать ваш уровень владения государственным языком той страны, куда вы желаете переехать, а также насколько комфортны для вас климатические условия, традиции, обычаи и культура государства. Согласно рейтингу Global Peace Index за 2021 год, в топ-20 самых безопасных стран мира входят Исландия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Австрия, Словения, Япония, Катар, Финляндия, Австралия, Швеция, Канада, Португалия, Швейцария, Ирландия, Чехия, Бельгия, Сингапур, Словакия, Венгрия. К слову, Беларусь на 106 месте, Украина на 112, Россия на 156. Число наиболее политически стабильных стран входят Исландия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Австрия, Словения. Рейтинг рассчитывается на основе 23 количественных и качественных показателей, каждый из которых оценивается по шкале от 1 до 5. Чем ниже оценка, тем спокойнее страна. Ознакомиться с данным рейтингом вы можете на сайте Vision of Humanity, ссылку на сайт вы найдете в описании. Вы могли заметить, что больше половины стран из этого списка входят в состав Евросоюза и, как я уже упоминала выше, страны ЕС в целом пользуются наибольшей популярностью для иммиграции среди граждан стран постсоветского пространства. Если вы решили переехать в одну из упомянутых стран, используя способ натурализации, вам необходимо запастись терпением и ждать несколько лет, чтобы получить там ПМЖ или же гражданство. Однако есть другой способ, благодаря которому вы сможете в куда более краткие сроки реализовать задуманное. Это гражданство ЕС по упрощенным процедурам. К таким на сегодняшний день относятся процедуры получения гражданства по способу репатриации в Румынии и Болгарии, а также процедура получения гражданства Республики Польша через карту поляка. Благодаря румынскому, болгарскому или польскому гражданству у вас будет возможность выбрать для себя любую страну ЕС для постоянного проживания. Кроме этого, у вас будет возможность на более лояльных условиях открывать визы в США, Канаду и Великобританию, а вдобавок еще и без виз со 170 странами мира. К слову, в рейтинге Global Peace Index Румыния находится на 21 месте, Польша на 24, а Болгария на 31. Для того, чтобы оформить гражданство ЕС, обращайтесь к юристам компании International Expert. Они проведут индивидуальную консультацию, а также помогут подобрать наиболее подходящую для вас процедуру оформления гражданства. Переходите по ссылке под видео на сайт компании International Expert, оставляйте заявку и уже в ближайшее время с вами свяжется миграционный специалист. С паспортом ЕС вы сможете без каких-либо ограничений выбрать страну для проживания, работы, ведения бизнеса, учебы, а также сполна насладиться свободой передвижения по миру. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами была Ирина Яновская, до новых встреч на канале компании International Expert.